так чуваки и чевихи короче приближаемся к паркингу время управления уже 907 взял час дополнительного времени которые позволено брать два раза в неделю стандартное время управления в день в рабочий день 9 часов и два раза в неделю можно добавить до 10 907 и принципе и уже по времени у меня по общему рабочему уже больше чем 13 часов сейчас реально 13 11 вот так вот 13 11 ну как видим паркинги забиты сюда в принципе даже возможно легковая уже не заедет мы такие это дикие дикие карманы дикие а вот это юра но опять-таки подчеркиваю сейчас мы едем в сторону нюрнберга нюрнберга и тот паркинг где этот казахстанец был ваня вот у нас по левой стороне а мы будем по правой стороне но сейчас посмотрим по правой стороне там паркинг ну не не такой не электрически обычная елочка но сейчас посмотрим будет ли там в этой елочке место хотя честно говоря время сейчас час тридцать три все подчеркиваю сейчас среда второе августа время час тридцать два ночи но сейчас мы посмотрим по местам как бы у нас не разгуливаться особо некуда потому что уже десятый час пошел перед нами машина легковая пошла я даже не знаю ли сейчас сразу пытаться на заправку влепиться и не все-таки чирица через 80 метров держитесь затем держитесь левее так грузовикам показано направо держитесь но если мы направо повернем галять там ничего хорошего наверно не больно вот так окошко подкрывать зеркало ну и все видно блять дождь блять вот раз о куда бы нам бы заехать бляха муха но там у нас какие-то знаки непонятные и вот здесь вот встать но я так еще как бы не стоял никогда таким макаром так же что ли я так не люблю стоять таким образом даже не знаю чем это может закончиться сейчас выйду посмотрю сзади что мы там перекрыли а что нет так коллеги и все кто в теме чувихи и чуваки короче опять прямой репортаж с этого паркинга с этого херового паркинга потому что хороший вон там через дорогу сейчас объясню почему вот у нас как бы сейчас не совсем утро но мы еще смену не начинали еще время не наступило сейчас одиннадцать тридцать пять дня сегодня какой день у нас среда одиннадцать тридцать три число второе августа короче сейчас я вам покажу еще начинается утро утро и завтрак дальнебойщика короче что я советую короче вот я кофеек пью потом такая булочки шоколадом наподобие круассанчика и вот короче посоветую первый раз взял вот такой вот типа написано но польский это я брал его в бедренке по-моему или в бедренке или в нетто возможно может даже нетто скорее всего что даже магазин нетто называется короче написано значит си сырник ну типа сырник назимно с вишнями назимно но типа зимно это холодно типа сырник холодный с вишнями и получается ситуация какая короче вот так вот я хочу посмотреть то сверху вот это вот желе такое вишневое оно такое сладенькое вкусное а снизу такой получается типа как такой взбитый такой вроде как детский творожок ну блин реально вкусно нам но вот я просто творог просто в чистом виде хаваю сахара добавляю вот а здесь это вообще шикарно вот это одну одну эту упаковку купил на пробу раньше не пробовал но блин настолько вещь классная я теперь у меня просто я покупаю творог вот такой вот такой бумажки ну как раз ровно на две порции получается эту пачку пополам раз кромсаешь в тарелочку забросил тарелочки сахаром посыпал молочка чуть-чуть добавил ложечки так или вилочки пожалуйста типа ну как бы консистенция была такая более однородная но вот эта вещь намного прикольнее короче в дальнейшем будем вот эти сырники переходить намного лучше сейчас доем чтобы не щалкать прямом эфире и потом расскажу тут всю ситуацию с этим паркингом продолжаем по поводу паркинга короче ситуацию вчера как я парковался вы видели дождь шел начинался тогда еще одну так уже шел но как бы не сильно большой вот я запрыгал запаркингился на этом месте здесь вот от меня левее стояла одна машина здесь чуть чуть правее вторая машина и этот въезд как бы типа получатая когда подъехал поджал и получается это заставленный въезд как бы мы закрыли то есть они прицепами сюда ближе стояли получается половину они своими прицепами закрыли половину получатся я когда прижал со своей мордой вот этот въезд и короче это я вчера два почти часа запаркингился в час пятьдесят восемь вот и где-то еще спать не хотел до трех часов до трех часов ночи приблизительно колбасился ну смысле как колбасился этот компьютер включил там посмотрел кое-какие фильмы бутылку пива выпил думаю присмотрюсь думаю мало ли может какие полицаи за пятнадцать минут прилетят блять изгонят меня с места вот думаю ну короче час до трех часов короче точно не спал там документы на сегодня выписал чтобы уже готовые были ну и ситуация какая часа где-то в восемь часов стук по двери право водительской я думаю бля ну проглядно часы а машина зашторена ну думаю на полицаи бля думаю уже хотя машины что свободно проезжали блять всю ночь ездили никому не мешал выглядываешь стоит член один блять короче рассказывает что он типа на танкштейле бля и показывать типа с правой стороны вот оттуда один знак где знака движение запрещено оттуда короче стоит бензовоз я так как я показываю то он мордой хочет поехать вот сюда вот и он не намекает на суши типа мол съебись короче отсюда мол я должен заехать я ему подожди рачу ты судой хочешь заехать куда-то полоса свободная заедет через эту полосу вот сюда машина которая здесь вот стояла которую я поджал так он фишки с утром вот эти три фишки в сторону отодвинул и сам вот туда через фишки и выехал а потом достал там эти фишки обратно поставил чувак меня не будил ничего ну то есть как бы я лежал не спал слышу он завелся думаю посмотрю может будет выезжать так там чтобы зеркала не поломал а смотрю эти фишки вот эти три фишки забрал вот какой-то такие номера без страны опознавания не знаем уже какая македония или что-то подобное и он через вот эти фишечки вот туда поехал короче выехал от отсюда но я же этому показываю так смотри роду заедь и сюда поверни не ни хера мне надо блять прямо и пиздец ну бля я такой думаю ну блять уже на этой фирме работаю ни одной распечатки ни одно это уже грубо говоря с октября месяца того года еще не делал натахи ни одной распечатки нарушений нарушение было одно но там по скорости и она потом по срокам давности я даже ничего не делал она она списалась последний день как бы распечаток на бумаге не ну ни одно не делал тут блять смотрю 8 часов а я стал два это только шесть часов прошло блять не мне надо уже ехать вы получается вот эта правая машина которая от меня стоит вот здесь она стоит как бы а а левая уже нету левая уже уехала блять но думаю блять можем не атаку взятать типа туда просунулся к этому прицепу блять туда шульц д черному типа и можешь типа стать а потом думаю блять это же так по сути это смену открой блять по-любому таха заметить что я поехал блять думаю это пиздец распечатку делать думаю дай попробую запустить двигатель включить нейтралку и возможно машина сама назад покатится потому что под уклоном стою и не будет этой но не заметить нихуя блять ну и в короче я так делаю опуская этот качу назад но приблизительно чтобы было понятно вот мои передние колеса приблизительно стояли от на уровне вот этого люка вот канализационной спереди то вот это вот эти грубо говоря там два с половиной может даже может быть даже три метра я качусь назад и причем за так за два раза то есть один раз где-то так метр блять так мне мелко потом притормозил даже на ручник поставил думаю чтоб типа машина поняла что на ручнике и короче делаю распечатку вот только то я и хуяк молоточки проскочили и только молоточки проскочили x raw раз бля и на кроватку блять прям пальцем вот я гляжу кроватка кроватка тут молоточек я только тыс блять на эту на кроватку ну и все ну думаю пиздец уже на молоточки были значит блять надо ну типа распечатку делать писать блять ку код распечатки указывать причину бля и так далее я короче делаю по распечатку 802 по локалу ну вот машина моя время и хуякс я смотрю в два часа ночи я как стал то у меня кроватка и никаких смотрите не 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 на руле не на этом не на молотках не на кроватке изменений никаких нету все по нулям закрытие смены тоже по нулям блять и тут как бы в ошибках тоже я не я не вижу сегодняшнего числа а это 2 0 8 вот я думаю подождал думаю может блять он типа тупит это то блять а то хоров этот вольвовский блять думаю сейчас по чуть еще чуть попозже думаю тут 802 думаю 805 сделаю такую же распечатку делаю распечатку за этот же день за 2 0 8 опять все то же самое опять все по нулям короче мама таха не увидела что я катился хотя молотки проскочили блять короче я распечатки сделал но даже блять задней стороны стороны не заполнял нихуя потому что как бы даже не знаю что туда блять как и писать для принципе что над натахи не отражено блять что я что-то сделал блять то есть не двигался там не открывал смену там для не поехал не не это но это это поэтому паркинг короче место реально неудачно это я блядно на за полгода вот это так неудачно стал блять один первый раз на это то есть в этом году я еще так вот позорно не стоял блять чтобы вот таким вот макаром потом рассмотрел этот паркинг вот обратите внимание между пасами вдоль вот эти белые линии и там забора нету то есть некоторые говорили значит что если первая машина то есть первая которая на выезд не выйдет вдруг а за ней будут машины стоять например то они там либо не выйдут либо если последняя машина станет уже последняя на на выезд то есть с моей стороны на год далее то 22 первых места перед ней освободятся ко мне это ближнее место и мол машины не смогут на это ближнее место заехать я чему веду обратите внимание если если брать по ходу движения автомобилей то левый ряд освобождается всегда быстрее то есть левый ряд освободился право еще может стоять и и чему ведут даже если кто-то не выехал то есть возможность просто крутануть немного резче и выехать по другому пасу то есть здесь не все так безнадежно именно на том паркинге а на вот этом паркинге здесь блять безнадега была блять раз часа то чтобы уже не тратить время сейчас поедем были бы уже смену начал сегодня времени нету блять короче вчера вы видели что я остановился блять дождь был блять но я так думаю а там же паркинг воду на на моей стороне он не такой как там сейчас вы увидите почему блять и я думаю типа ладно думаю пока смену закрывать не буду поставлю пока на кроватку пускай стоит а сам по и побегу по пробегу по елочке но мало ли можем места будут блять ну сейчас будем ехать для так буду показывать но я короче вот отсюда рубанулся вот побежал короче по елочке вот значит отсюда и как я еду вот так вот я пошел бы но не я не бежал такой быстрой походкой короче короче все забито куда можно оставить блять вот тут просто все висит висит здесь вот машины стояли хотя тут блять везде знаки стоят тут все стояло и сейчас посмотрите как насколько она смысле как это паркинг как бы были по меркам германии нормально но я сейчас объясню принцип вот смотрите если я сейчас поверну налево если от поверну налево вот как на нюрнберг указывается они на паркинг как я хочу поехать то я поверну уши налево я уже на паркинг на тот никогда не заеду блять то есть это это меня только в одном направлении она на выгон меня гонит и и круг я не смогу сделать а я вчера пошел же по паркингу думаю по брожу короче вот так вот я суда и пошел короче и хуякс вот это место свободное но здесь вот машина стоит но думаю блять часу проеду прямо потом прицепом отсюда блять затяну нахуй и я свободно сюда в заехал были они вообще тандемом тут за один подход сделал бы блять и место там есть но сука дождь идет и только я сюда выхожу вот этот перекресток отсюда блять это то румынская какой-то блять чахлик этот автобус нет не автобуса эвакуатора микроавтобус короче и он туда раз я уже понял что уже то место занято я по блять попер дальше вот это типа думаю сквозной проезд но тут тоже машина стояла и в этом пасу вот возле вот этой мусорки возле вот этой вот 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 это вот это все занято вот этот ряд вот этот который блять и не вот это место вот в этом у ровно возле вот этой мусорки этот мой так еще заебись думаю что если оттуда задам сдать с правой стороны мусорка которую я не вижу даже если там ебнешь так нихуя а левая тут и через зеркало все видишь б но я же пошел же же отсюда попиздила туда дальше думаю посмотри а вот это все занято нырнуть блядя ну естественно нет думаю сейчас посмотрю как как туда мне задам вот на тот пас заехать и не передам потому что а именно за там блять но я сюда иду 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 блять вот это все занято блять тут нихуя нигде не станешь на это же я иду и это я иду а дочь хуярит скажем так блять ну короче дохожу вот тут вот это все занят один мужик для прицепа цепляет солнышко я сюда на выезд вода только сейчас покажу с какой стороны вот и я вот оттуда выхожу и я смотрю принципе блять а а здесь видите следы выезжают а здесь машину так вот запаркованные но тут здесь вот машина прям колесом там вот машина стоит и мне надо получается вот сюда заехать и туда задом начать сдавать ну блять хуйня в чем что тут машинами мешает и за один раз я это не сделаю а а сзади уже начинают легковые блять подлетать но смысле как же выезжают заправки получается что ну никто не будет стоять и ждать бля пока там пять раз буду ебаться нахуй чтобы туда попасть мне за потому что ну ограничено место нахуй короче машина подпёрта сбоку блять да не 1 2 блять стоит и ширина получается намного уменьшается как бы блять варианты вариант и короче я бы туда заехал для то есть если мне никто не мешал бы то там с пятого раза это стопудово я туда залетел бы блять ну и получается задним ходом там грубо говоря 200 метров тоже не проблема там никого по бокам не было только в елочке все стояли в елочку а там попал был ту вот но с первого раза скажется вообще проблем не было бы ну закончилась так как закончилась короче походил я подумал думаю да ну нахуй смотрю машины рядом стоят для думаю хуй с ним блять там я принципе я так никогда не ночую вот во-первых и близко к дороге как бы люблю так подальше становиться вот и а второй вариант тот шоу блять подожди куда мы едем что у меня карта не настроена пункт назначения история раз хох амазон шелый макс регенбург амтауэр переход дома заговорился бля даже навигатор не включил мы значит 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 уже мысль потерял брать вспомнил про дно бле потерял про второе а ну короче никогда так практически не становился было там не пару раз жизни такая ситуация ну тоже блядь давно было ну а вчера вот короче попробовал но скажу так что случай блять как бы но так вот так вот блять тебя сука тянет в этот ряд пиздец вот ты ехал ехал на фарона передо мной где пидараси не нахуй надо блять умой в мою полосу заскочить сука урод блять еще по тормозам ну ты же видишь что ты едешь блять все машины едут нахуй никто не тормозит не но блять обогнала чикс нахуй по тормозам бля я что у него в голове бля и как он тормозит хуй его знает то есть либо он там чтоб свою машину не догнать либо чтоб меня подреза так блять тормозит ухи сука дебил и он лишь как этот проекция красная блять сразу блядь и выписывает вот откуда пробки в германии вот из-за таких вот долбоебов блядь смотри левый пас свободен доедь блять наслаждайся жизнью нахуй не нахуй но сука в правой ряде фуры блядь идут нахуй она растягивает тебе блять этот пас нахуй и получается уже вроде едешь уже вроде как с виду получается типа как пробка боже пиздец стенучка ебать а левый при этом свободен то ли они ездить не могут ну и ну блять не могут то ли у них может какая клаустрофобия блять что они вот в этом пасусах ну типа не чувствует всего его объема ну пиздец это ездоки конечно нахуй вообще слабые блять при слабые ну короче мы не они мы опаркинг ну так вот чему и душу у 2 стал 8 утра этот хуй меня разбудил на этой цистерне на шелловской для изойдет что мне вот блять понравилось точнее не понравилось я как бы мы там с ним грубо не обучались а также и он корректно говорил я старался ему блять тоже намешать корректно потому что не хотел срываться с паузы они все блять как знаете как золоченные блять как вот айфоны блять папа на правило вот у них есть правило ему тут он знает что с этого перекрестка может выехать ему надо только прямо блять высокая если препятствия есть нахуй ну ты блять мозги можешь блять включить и подумать что если есть от привет препятствия а как его объехать блять не похуй похуй вот есть препятствие и он блять тарабанит видит зашторенная машина тарабанит ебашит блять дверь открывай ну а если меня в машине нету шо ты дальше будешь блять я например меня машина поломалась я упиздил блять кинул машину пиздил блять искать запчасти на и пишу стоять полдня будешь себе день нахуй то есть вот тут раз мозги не работают я просто приведу пример помните как в австрии я снимал как два немца блять экскаватор переставляли блять он он только ключ еще вставлял вставлял я просто рядом стою я уже понимал нахуй куда руль крутить блять и еще надо для для этого сделать чтобы эту машину поставить хотя я на экскаваторе иногда на таком я в жизни не ездил блять то есть это я на это ну пару раз кабине может сидел блять и так далее и так чисто залез не то что там она заведенная было ли он бля таком плане но уже понятно блять уже понятно что надо было эти алюминиевые вот эти вот заезды на этот прицеп блять убрать и это они ебались минут там не знаю уже там по видео блять 20 может блять или полчаса крутились по 5 сантиметров блять потеряли полчаса через полчаса прозрения нахуй надо же брать вот такие алюминиевые заезды на фону через полчаса вот какие мозги блять должны быть нахуй блять атрофированные что понимаешь вот но тупо не мыслить блять так также такая вот хуйня с этим паркингом вот но сегодняшний блять вот мне надо прямой пиздец я рину блять но объедет возьми задом сдай и вот сюда и куда машина сегодня фура кота на которую я смотрел чтобы зеркала типа мне не поломала блядик посмотрел дакана она повернула убрал фишки чувак вот причем чувак не вену не германские номера какие-то жару такие блять стрёмная без без страны блять не нету буковки принадлежности стороны до умра фишки тыс блять и погнал нахуй а это че вырвалось блять тарабанить и по кабине блять спать не дает и я не говорю что он не прав не прав я блять потому что я типа как бы неправильно не по правилам стою блять в таком плане но но опять таки я я то не просто там стоит нехуй делать я блять искал паркинг которого нету в два часа ночи блять и я это не первый паркинг это я проезжал мимо наблюдал наблюдал для на один на второй на третий на пятый а уже сюда уже как бы я то планировал заехать в таком плане но и тут блядь не не судьба ну а теперь вот продолжаю это и короче вот этот знак когда я смотрел вправо был блять там что-то было написано что движение запрещено потом там пару слов а потом фрайки по свободно но для я так понял для кого-то она свободна но ночью я смотрел что машины как бы там типа стоят но они все как-то мордой типа сюда на меня смотрят и мне что-то показалось что думаю они наверно заехали туда повернули налево а потом думаю задом поздавали типа туда буду посмотрели и так на обочине как бы там по запаркинивали я так подумал но дождь шел бля я уже там бегать не хотел потому что честно говоря времени вам сейчас скажу сколько занялось я стал кроватку поставил курточку одел пошел на паркинг блять по паркингу полазил прихожу блять 24 минуты уже стоит 24 минуты по дождю лазил искал бляди ну типа варианты бля как запаркинется я то есть чтобы было понятно это не минуты и не 2 и даже не 5 блять даже не 5 то есть это я рассказал сколько реально заняло блядь вот вот но не понимаю но блять котисты 90 километров с этой горки но какого ты хуя ее держишь на 82 блять ох и сука езду ли блять ну дай пускай машина сама нахуй сама блять не трогай ты ее блять и вот он катится катится сейчас еще блять в начале подъема сейчас еще блять по тормозам сбьет до 60 и только когда начнется подъем у тогда блять в пол педаль блять и будет блять здесь не тянет нахуй не едет чё-то блять машина нахуй так а чтобы она ехала такие же надо инерцией пользуются блять каймалья лохи нахуй сейчас вот только начну обгонять а тут же блять за суходрочена на эти 85 километров сука но не даже я блять вижу что это германия блять и по стилю же езды понятно нахуй блять как какая германия блять нет не лучший вариант скажем той германии ну 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 какого хуя не ехать но ты с горы не катился с такой скоростью еб твою мать сейчас же будет 90 ясный перец блять ну давай посмотрим блять вот уж вы как это блять мурло может выглядеть блять специалист блять ясно блять хип спаз отвернул а ну так и значит и утром со сегодня думаю пойду посмотрю мне мне интересно как туда машины попадали думаю и иду иду и думаю и смотрю машины уже никого нету но дорога как закругляться а же оказывается это вот эта дорожка на право была как бы назад и она сообщалась паркингом то есть там получается въезд такой типа туннелька причем широкая дорожка в туннельке даже две машины знака нету но там краски кто-то написал 5 и 5 метра блять высота 5 и 5 метра две полосы но блять вот это пугает знак что это движение запрещено а фрай там для кого-то блять и получим уже там для обслуживания там каких-то этого техники для дорожной типа вот и получатся я прикинул блять пошел до этот вышел на этот паркинг на которым ваня блять командует и потом подумал его блять если б я знал что туда можно нырнуть ночью так я лучше блять мирнул бы направо под знак блять и и и выехал бы на том паркинге на ванином и там по-любому я запаркинился на вы то есть там для места были а так стука стал конечно сегодня ухо не недоволен ночью блять ну смысле как блять чтобы было понятно вот поймите то есть ты когда засыпаешь ты хочешь реально отдохнуть скажем где-то блять и машины мешают которые блять тарахтят нахуй там дорога это шумит блять вот а тут же еще и блять ей по дверям нахуй лупают нахуй блять отъедь бог блять мне надо по госту блять только прямо нахуй я вот не могу налево-направо блять руль крутить нахуй только прямо блять не ну молодцы с одной стороны видишь немцы блять они к порядку приученные нахуй у них мало и не мозги бля на эту тему даже не варят как вариант блять они работают в одном направлении специалисты только в одной области блять то есть если он водитель блять он дома блять хуй лампочку поменяет нахуй потому что он понятия не имеет как с люстры бля ту лампочку достать нахуй или как там прокладку какую-нибудь в кране поменять блять и спешено вообще там есть на фону то есть он драйвер и пиздец так что такие пироги с паркинга но у то у то у той стороной блять там диване я конечно с доволен для почему потому что я сегодня туда прошелся посмотрел что машины стоят короче во-первых там и место больше блять но опять таки опять таки но принципе там круги нельзя по паркингу сделать потому что нема смысла получается там как бы елочка в три машины и ты получается в елочку только сзади заезжаешь впереди ты же мне не въезжаешь бы так нема смысла но я такой паркинг вот на котором можно развернуться поездить покататься я такой паркингу в австрии видео вот если буду еще раз я я покажу такое такого плана то есть ты заехал например а там блять рядов елочек и влево и вправо и и еще один ряд в котором и влево и вправо и например ты поехал вот так вот упадь по числа против часовой стрелки например нихуя не нашел завернул на другой ряд опять например ну то есть в два как минимум в двух рядах ты поездишь и посмотришь вот есть место для покрутиться типа и так далее то есть умно сделано но это я в австрии видео я вот даже в голландии таки таких я не видел то есть чтобы именно мог можно было бы поездить покрутиться по паркингу короче умно сделано но это австрия австрия была сейчас это мы едем германию это на нюрнберг и кстати вот сейчас чтобы не далеко темы не отходить и давайте за вчерашний день подведем я вам скажу значит чего он начался вчера это было на вторник вторник это было первое августа так вот значит загрузился я во вроцлаве два контейнера полных на амазоне значит открыл смену я вчера в 12-20 дня 12-21 если точно потом прикинул 600 километров посмотрел у меня время стоит на час ночи выгрузка посмотрел что времени хватает запасом я короче на мойку еще метнулся помыл так машину хорошенько на мойке потом с мойки ехал мимо там заехал на базу отдал документы там за две недели но тащу минут 15 потерял ли вот и из базы уже прямо по четверке погнал на этот на дрезден и короче перед рездена там пробки были такие где-то минут на 30 на 40 вот и я вот эти 600 километров которые мне с базы надо было смысле от загрузки до выгрузки я думал поделить думаю так чтобы типа 300 и 300 и чтобы типа 300 за 4 с половиной часа доехать и 300 за за вторые за вторую уже часть 2 2 паузы 45 минут не делать ну и получается перед дрезденом пробка была причем ни одна там тянучки были через весь дрезден были короче я двести восемьдесят первых километров проехал за четыре минуты за четыре часа 24 минуты за шесть минут стал на паркинг уже в районе дрездена за дред между дрезденом и хемница ну и причем на так повезло что как бы мест уже не было и елочка была вся забита и и елочка сзади вся блять была уже типа как заставлено что уже даже если свободное место то посмотрю честно говоря что хорошо именно упал паровозе блять в тандеме шоу блять легче чем намного чем тягачом за заехать в елочку блять то есть я по зеркалам буквально с первого раза сам без помощи задним ходом в елочку въехал при том что с левой машина стояла и справа и получается машину ломал вправо соответственно вид был только у правое зеркало левая соответственно сами понимаете нету и углы вот заехал так я к чему иду значит первые 280 километров мне дали за четыре почти с половиной там без пяти минут блять без шести вторые я проехал 320 это за это уже была вечерняя где-то после семи вечера и и это где-то до 12 ночи то я заскочил еще четырех часов даже не было так я 320 проехал это на 40 километров больше меньше чем за четыре часа я по-моему даже когда выезжал уже с территории уже в загруженном виде по моему еще даже четырех часов вроде бы не было так вот за день у меня вчера получилось значит загрузка во вроцлаве ну сначала я стоял во первых там на три дня трое суток паузу 66 часов делал то у меня были два пустых контейнера то я заехал выгрузил два пустых контейнера сразу же подобрал два полных поехал на мойку потом на документы потом уехал и у меня одна выгрузка одна двух контейнеров регенсбурге то есть я эти два скинул и два полных загрузил которые сейчас вот я с ними сейчас виду два полных скинул два пустых загрузил которые вот сейчас я получается везу на нюрнберг значит тот на момент парковки от меня получилось 681 километра за день значит общее время управления за рулем 9 часов 10 минут это уже не стандарт это стандарт это до девяти часов это уже получается я взял как дополнительный час 10 минут только воспользовался и у меня время общее рабочие общее получилось 13 часов 37 минут это уже тоже не стандарт потому что по стандарту 13 часов 15 можно брать три раза в неделю получается я уже на этой неделе хапнул хапнул буквально на первый рабочий день уже и десять часов взял первый раз и взял и 15 часов одновременно и это только первый рабочий день у меня на неделе но сейчас план вообще барбароса короче одна сегодня это это и это еще все с учетом того что я вчера опережал события по планировке моих моего движения приблизительно минимум на полтора часа то есть я веселее везде был уехал раньше пристал на паркинг в два часа а у меня по моему загрузка блять была по моему в два загрузка типа у меня в плане а 2 30 выгрузка неужели он додумался на 4 и 6 блять глаза добавил ёпта мужик ты блять красава вот бля реально герои бля потому что обычно вот такие у кого 4 и 6 блять и и и выше на куда обычно не тянутся тянутся дергаются дергаются по зеркалам ты стыд стыд блять пропустят не пропустят и у них понятия нету что у них есть педаль акселератора что надо нажать просто на нее и машина все сделает сама нахуй то есть мужик красава мне ну так вот на сегодня мы вот эти контейнера два пустых тянем на нюрнберг их там скидываем сегодня и там же в нюрнберге забираем два полных на прагу и в праге короче на 1 час дня на 13.00 у меня плане выгрузка пустых на 13 30 загрузка полных на 14.00 выезд и на 18.00 уже выгрузка в праге в праге вот там я так я ездил уже неоднократно так там километров где-то 300 максимум может даже 290 вот так то есть в принципе за если пробок не будет блять то за четыре с половиной часа бля без паузы реально доехать так тут уже надо бля слушать эту ленку и на 18.00 выгрузка и на 18 по моему 30 загрузка опять полных контейнеров там же на той же территории и и выгрузка этих же контейнеров в час ночи уже во врославе это еще плюс где-то 320 где-то километров приблизительно съездить с автомагистрали затем держитесь к чему я веду через четыре с четыреста ли я такая же пиздец машиножки дай примите справа принимаем через пятьсот пятьдесят метров держитесь левее так вот я так прикинул это с учетом того что я выскочил еще проехал каких-то 60 либо 70 километров до вот этого парги такая это 60 на котором стоял а если бы по планам бы то мер даже времени туда не хватило бы если бы если бы делал все по стандарту по плану то на сегодня получается я уменьшил себе возможных 60 километров если не 70 которое надо было бы сделать с утреца так вот у меня где-то сегодня получится километраж приблизительно я так думаю минимум шестьсот двадцать километров держитесь примите влево то есть у меня получится сейчас вот где-то километров 50 50 километров у меня получается с этого паркинга до нюрнберга до места загрузки выгрузки потом где-то там 290 может быть до 300 до праги это уже грубо ря 50 и там 350 и где-то 300 может 302 тоже может даже и больше получится может может это 650 а так от коррета до врослого и чему идут обратите внимание если брать сегодняшние сутки например с нуля часов то как бы я эти контейнера уже ставил типа в сегодняшними сутками то есть получается два пустых эти я загрузил сегодня вот то есть это получается среда потом мне сейчас их же надо это 2 берем операции их же выгрузить в нюрнберге это две уже операции потом по это пустые выгрузим теперь полная загрузить в нюрнберге две штуки это 3 операция погрузочная-разгрузочная эти ты полная выгрузить в праге это уже четвертая операция за сегодня и в праге загрузить полные на вросло это 5 операций это блять 10 контейнеров за сутки за сутки бляет ну вот просто вдумайтесь вдумайтесь одну как я не говорю что пиздец работа такая же тут блять работа нельзя блять короче невыносимо и всего выносимо и ты привыкаешь как бы к этому и ничего такого невозможно нету просто вы я когда вчера например приехал в регенсбург и смотрю на предыдущем видео когда я там приехал и мне надо разгрузиться то как бы там стройка есть такая стройка строится и получается ты короче надо тебе задом сдать и контейнеры по контейнера поставить а прямо стоять рампой и таки вот ездят машины и типа не тягачи а такие типа кальмары были которые типа или полуприцепы и контейнера блять крампа подставляет то ли какой-то не уж блять то ли блять ну реально какой-то турок блять короче я приехал он блять не мешал заехать дергался дергался полуприцепом крампе блять причем полностью свободно нихуя ничего не мешало и еще по моему с одной стороны у него по правой стороне еще и блять и рядом никого не стояла то есть у нее только помеха была с левой стороны по зеркалу ну смысле помехи рядом стоящий контейнер или полуприцеп правая вообще там блять голая была так я чему веду что он блять этот прицеп я я я уже блин он не мешал заехать я уже заехал я уже блять два контейнера выгрузил блять два контейнера блять потом когда выгружал блять там поставил скажем так на кроватку надо было так сделать что пятнашка получилось блять и потом когда это все сделал еще пятнашки смотрю еще не докрутилась вот так я уже с опущенными контейнерами еще постоял минут позже там 35 и за это время взял пустые цмрки и заполнил цмрку на те контейнеры которые я буду грузить грузить потому что я их не успел заполнить раньше потому что это эту задание я уже получил получается на ходу так я к чему веду что я за эти 15 минут свои два выгруза ехал выгрузил и уезжал а он еще ебался кранты подъезжал полу прицепа пол подчеркиваю что это не блять не прицеп тут который с поворот на оси некоторые говорят что блин ну конечно с первого раза мы такой не загоним там вот такой вот как его ман идет вот я тогда таком поворотном прицепе я имею ввиду для но эти чуть блять чамары ехать для перестали чешу блять вот сука уроны блять готовьтесь съехать с автомагистрали ездохи блять ооо блять чамар ехал ехал с какого хуя ты перса блять ну ты же блять левый пас свободен был блять надави на газ и едь нахуй и сам не сунься и других блять не затягивай руки сука народ блять тупые блять пиздец нахуй это и это он понимает блять вот понимаешь как сказать это не то что он там блять ехал ехал туман бля он не видел нихуя это он блять летел летел дыц блять упёрся нахуй блять в этого блять то чуть ли юзом не затормозил блять и вот это наверно блять километров 30 ебёт ну смысле тянется 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 а через 30 километров у него блять ну не знаю какая-то срабатывает блять какой-то ручник блять то ли блять теряет блять из системы воздух блять выходит нахуй и что-то блять прояснение у человека и через полчаса он понимает что левый тупо свободен и можно просто нажать на педаль и уехать в своем направлении блять но это же происходит для где-то по получасу блять полчаса не нихуя не понимаем так и уже почти не цели блять промо ты заваривайся на он и заодно кстати я уже так я даже я сейчас честно говоря не уверен что у меня и камера снимают возможно что она уже сел аккумулятор сейчас за и заедем на следующую контору заодно посмотрим мы почти у цели через один километр съедьте с автомагистрали сейчас был съезжать там мы едем типа уже п.з. дойче пост нюрнберг называется п.з. фолькт фолькт вот на этом фолькте вот машинка идет сдых оба на я не понял ходе за выезд оба на там машиной смотри получается ядром батон съезжал под мостом и туда вылезал о блядь от раньше мы просто сюда съезжали а сейчас будем сейчас думать как съехать туда на едем ты батон раньше съезжал под мостом и туда вылезал лена затем на следующем повороте поверните держитесь блядь и проложить держимся блядь уже через 2 2 километра показывают на объезд смысле на разворот и в обратном направлении через два километра съехать с автомагистрали один не ты молодцы вот херачат блядь дороги но твоих прям целыми полотнами кладут не просто полосы ремонтируют и рак закрыли блядь я ездил здесь весной этого года весной уже так может быть апрелем например месяцем бля тут а дорога была открыта мы я свободно туда заезжал херакс уже он тут дорогу закрыли бля по-новому переложили все короче видите как все за него от дисплей она и так было было скажем так ощерительно взяли переклали новая дорога так ну неужели мы уже сейчас и тут еще закрыта будет это будет блин вообще весело бля ну так сейчас и поколбасимся по германии мы через 500 метров съехать с автомагистрали а не знак стоит не за этот незачерченный чтобы закрыта обычно наклеивают скотчем типа крест типа шумные и от 300 метров до съезда значит учат развернемся и обратно в направлении с автомагистрали затем держитесь левее съехать с автомагистрали и держаться левее хорошо через четыреста сорок метров держитесь прямо и держимся и 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 все рабочие и и и и и и и и Готовьтесь съехать с автомагистрали через 3,3 километра. Ой, жарко как-то. Вчера, кстати, на этих выходных паузу делал 66 часов в Ротславе. Видите, как люди пропускают, то есть, показал, блин, он приостановился, никто не дергается, не быкоет, блин, ну вот, чувак. И, кстати, румын, блядь, чтобы было понятно, что это даже не немец, а румын, блядь, пропустил. Что-то, кстати, это даже редкость в этой нации. Я сам удивлен, да. Так, позже, мы хоть писем, блядь, тут пизжу, пизжу, блядь, тут уже, кстати, еще есть время. Ну, сейчас, не знаю, мне кажется, сейчас она вот с минуты на минуту уже, аккумулятор сядет, но, тем не менее, сейчас посмотрим, куда мы доедем. И тут, кстати, на шлагбауме могут быть, он то автоматически, там и контейнера автоматически считается, но, возможно, то то, что, например, нам вопросы зададут, типа, Чего, приехали, там, или что хотите, блядь, вот, надо чуть-чуть там, блядь, повилять языком. Вот, сейчас, если хватит времени, увидите, как это делается. Давайте еще раз напомню. Значит, я везу два пустых контейнера, которые мне надо сейчас скинуть. И я сам себе ЦМР-ку самой рукой выписал, указал номера этих контейнеров, указал, где их взял и указал, куда я их везу. И точно такую же я уже заготовил себе ночью сегодня, выписал на загрузку, что я здесь буду забирать контейнера полные, то есть указан там, типа, ну, код этих номеров полных, блядь. А сам номер этого контейнера мне уже дадут на распечатке в виде чека, где будет указано место, где запаркован этот контейнер и номер этого контейнера. Вот сейчас вот, ну, если хватит, это сейчас вот посмотрим. Через 500 метров съехать с автомагистрали. Вот, блядь, сегодня так, вот это с кофейком сырничек так, вот так, Рома, что-то у тебя, блядь, нос закладывает и закладывает. Сырничек так, хорошенько пошел. Ёб твою мать! Ебисицы провалить, да куда же мы съезжать будем, блядь? Ну, сука, а вот сейчас вот и поебисицы. А, там же тоже как-то машины выезжают. Вон, Аусфарк, выезд, знаю, через 100 метров, блядь. Перепроложить. И, кстати, вот этого, и вот видите, тоже, что значит, блядь, когда разговариваешь, там, блядь, пиздишь на одну тему, туда ехал и не обратил внимания, что вот здесь вот закрыто, но видел, что там контейнеровоз на вот этом перекрестке стоял с контейнерами. Видите, как бы, эту закрыли, но здесь вот пока временную сделали. Вот этот Аусфарк, это выезд, получается, либо съезд по-русски. Выезд, съезд. Вот нам через этот выезд есть, сейчас надо повернуть сюда. На фойт. Перепроложить. Ничего, не надо нам ложить, едем. Как положено. Через 400 метров поверните налево на дороге с круговым движением съедте. Использую третий съезд. Через 200 метров на кольцевой развязке третий выезд. Верните налево на кольцевой развязке третий выезд. Движение съедте, использую третий съезд. Вот сюда у меня, в принципе, хватало времени вчера в притирочку заехать, получается. Сколько мы сегодня? 40 километров, блядь. А у меня 9, там я уже забыл, сколько там, 13 или 15. То есть, в принципе, я заехал бы сюда. Но тут, блядь, я не уверен был, что могли быть такие карманы, чтобы я запарковался. Хотя это было бы еще даже идеально. В таких карманах намного лучше стоять. Тут при фирме и промзоне, чем у того, как я сегодня стоял на заправке, где машин миллион ездит, блядь. Так, а вот сниму. Да, снимайте, дрен батон. Сейчас я вам покажу заезды. Так, та же самая система, может быть, чуть-чуть по-другому расположение. Так, это фракцентрум, а инфаркт. Фракцентрум, а дожи. Стоп, а он не дальше, случайно? Подожди, да, конечно, что-то я достиг, но я что-то не вижу. Вы приехали. Блядь, я уже тут и был же, говорю, полгода, наверное, блядь, назад, блядь. И уже, получается, забыл, блядь, как и въезд сюда. Получается, я что-то брамку не увидел, блядь, я так смотрел, нахуй. Тупо, блядь. Ну, так, вот в таком карманчике лучше было бы запарковаться, было бы повеселее даже. Ага, так мы сейчас, блядь, до фирмы доедем, и как мы тут. А, там есть круг. Кстати, заметьте, видите, как, блядь, сделано? То не в тупик тебя загнали, а заезжаешь, ты по кругу развернулся. Никаких тебе тупиков, да. И как по красоте все, только тац. Класс. Слава Германии. Вы прибудете в граничный пункт через 200... Ну, а инфаркт был написан, блядь, но я как-то глянул, думаю, подожди, что-то я не вижу, бра, эти... Шлагбаумы, вот эти автоматические, да, как же, получается, забыл, блядь, какие въезд сюда. Ну, вот контейнера, которые мы сейчас будем нагрузить. Вы достигли конечного пункта. Угу. Угу. видишь какие добрые, заулыбался человек вот я реально забыл, что тут этот шлагбаум вот эти брамки автоматически он чуть дальше думаю, смотрю шлагбаум, думаю, где брамки думаю, может это не этот въезд я реально забыл Лена, бля, ты же ебал хотя я здесь уже реально был ну сейчас вот подъезжаем сюда опять это тыс ах, он фарер, внимание, водитель опять та же самая операция клац карточки, ничего не светится, ничего меня не вижу никаких хеллоу вот эти контейнера, которые мы привезли вот номера, они уже стоят брамка у нас уже открыта ну не брамка, а шлагбаум, скажем так чтобы было понятно, что такое брамка то некоторые стран соседних, бля, могут не понимать так, вот мы залетаем сюда и что мы имеем вот у меня контейнер сейчас номер 230-154 бринген значит это, это не пустые то есть мне их надо скинуть скинуть 200 сейчас надо найти место, где пустые контейнера стоят именно пустые а вот холин это забрать забрать контейнера и вот сейчас мы смотрим, где эти контейнера номер места 247 и B и C значит, то сейчас присмотрим, где наши 247 B и C вот они, скорее всего, по правой стороне сейчас будут от нас вот типа, как вот эти вот, например я так думаю, будут стоять 247 B и C блядь, место неудобное пиздец, нахуй тут придется поебаться, блядь ебись ты провались, блядь место хуже не придешь, блядь прицеп хуй загонишь сюда потому что место, видите, как, блядь и вот наши контейнера, блядь, стоят 90-40-14, блядь 90-51-52, блядь вот это, сука, блядь поебаться придется сегодня, блядь сука, непруха так, поебаться в чем, что видите, что, блядь прицепом не загонишь, блядь, придется вывозить контейнер на машине, блядь, ставить где-то на площадке и потом прицепом забирать уже с такой вот площадки самому, блядь то есть контейнера, блядь не, чтобы на таком плансе поставить вот на таком, блядь и забрать их нормально так видите, как их ставят, блядь тоже, блядь, с одной стороны уродство, блядь так, ну ладно, короче не расстраиваемся еще сейчас выгрузим пустые блядь, место жну есть, блядь на нормальном плаце, блядь, не есть нормальные места вот здесь вот тоже нормальные места есть, блядь, ну какого вы хуя, блядь ставите так что ебаться надо столько вот это мы сейчас на это место два пустых ты с ним так, ну чтобы было понятно вот я, видите, тут надо в нашем деле машину и прицеп ровно-ровно поставить чтобы сразу выехать из-под двух контейнеров одновременно вот так вот раз прицеп как бы ну в принципе, я думаю, пойдет нормально все, выгружаемся так, чуваки-чувихи в тот случай, когда придется попотеть значит, объясняю ситуацию вот там, где вот этот краб сейчас выезжает, кальмар этот я уже там выкинул, где он уличка стоит, два контейнера пустых вот с вот этими номерами бринвен и сейчас нам в холле надо забрать вот эти два контейнера но они стоят, блядь, в таком уебищном месте что мы прицепом не сможем туда затулиться а машиной там тоже будет тяжко поэтому, что мы делаем мы расцепляем прицеп оставляем его в таком виде а сами едем, блядь, забирать этот контейнер привезем его сюда на нормальную площадку поставим и с этой площадки его уже заберем этот контейнер 247 BC вот они стоят 90, 40, 14 и 90 так, ну вот продолжаем вещать короче, все тот же Нюрнберг Фойт короче вот два контейнера подожди, где еще одна накладная не понял вот она, синяя два контейнера мы выгрузили два контейнера пустые точнее, два пустых выгрузили и вот на вот этой площадке я уже второй поставил вон он стоит на прицепе вот и дабы камера, как обычно, сел аккумулятор но я вовремя отследил пока сходил в туалет паузу сделал себе 15 минут чтобы уже была запас пока умылся в туалет сходил вот и сейчас на выезд вот я сейчас чтобы видео было полностью завершено чтобы было понятно где начало чем заканчивается конец вы видели из какого места нам сегодня пришлось забирать этот контейнер это, скажем так худший вариант что может быть то есть это хуже не бывает вот так вот два контейнера когда стоят ты под них подъехал вот так вот тебе ничего не мешает ну видишь как две машины одновременно подъезжают под контейнера чикс один и второй так же вот мимо них только опс опс ну видишь им повезло вот они грузятся в нормальном месте где можно не расцеплять сразу два контейнера а мне это вы видели как я вывозил выставлял ну то есть реально это где-то процедура у меня заняла посмотрел по времени вот это как с момента заезда до того момента как я уже подцепил контейнер 40 где-то 5 минут почти но мне там надо было в тулея сходить такое там скажем так паузу тут у пятнашечку забацать чтобы она была так чуть-чуть больше вроде как на территории постоял но мы по плану идем у нас как бы все нормально сейчас на выезд к браме камера села я извиняюсь но я заметил что она села думаю опять сейчас незавершенное видео будут меня диванные телезрители будут кумарить меня вот аусфарт написанный поворачиваем на аусфарт подъезжаем в брамки вот так они выглядят эти брамки вот эти щит так выглядят контейнеров вот эти две штучки они считают магнит из контейнеров и получается они уже видят номера мною загруженных контейнеров либо привезенных и сейчас нам надо карточку приложить глушим мотор также прикладываем карточку в клац приложил и сейчас флагбаум откроется либо что-то спросит если спросит значит скажем ну давай уже крутись а вот пожалуйста открылся и получается как обычно мы вот так вот сворачиваем вот так вот закидываем две накладные туда и все чао какао и мы поехали все груз сдан нами две накладные мы получили так и все выезжаем продализируем передача шлагбаум открыты нами накладные скорочек в этот кинуты все косышечка местная с пивасиком немцы видите сидят немцы и немцы и немцы через 150 метров на кольцевой развязки первый выезд сейчас у нас опять объезд будет короче все все уже я подправлял сообщение на офис на свой через вот этот транзик о том что я блядь опять закрыто ну ты сука что ты будешь делать опять крути сверки блядь я уже понял тут надо на кругу было блядь в первый съезд ехать ебическое параболическое сука перепроложить через 300 метров поверните налево ебать то люся нахуй короче видели и туда блядь промахнулся ну в смысле не промахнулся а закрыто было и назад надо было смекануть блядь туда иже ту лицам поверните налево на следующем повороте поверните налево так и куда тут налево блядь поворачивает эти сами немцы блядь в шоке стоят блядь и не понимают куда ехать блядь красавцы блядь это немцам нихуя непонятно ремонтники бать ты разворотят блядь так что хуй догадайся потом как заехать и как выехать от седого блядь или проложить готовьтесь к правому повороту через 1,4 километра готовимся блядь хулина так ну короче друзья поверните направо блядь запрещу нюбер через один километр показывает гулять давайте сейчас посмотрим как мы с этого объезда выберем сейчас по-моему я чуть-чуть зарядил там слегка камеру может еще не выключиться посмотрим как мы седого сейчас выскочим через 300 метров поверните направо вы превышаете допустимую скорость ага тут блядь стоит прямо объезд о объезд прямо блядь хамуха вот куда ехать блядь или в объезд или вот сюда поверните налево знака вроде бы блядь какие нету давай проемемся посмотрим готовьтесь к левому повороду через 1,7 километра вы превышаете допустимую скорость а я в курсе кирша продает люди через 100 метров едьте прямо едьте прямо доедем это прямо но заебали уже эти объезды откровенно говоря бля уже фута реально как говорит она ехать прямо а не шорхаться блядь вот пропустит он или долетит зеркалами пока не цокнет блядь мне не нравится когда он нас ведет блядь зайдет центр нюрнберга попадем добраемся машины конечно безбожно припаркованные просто в шоке глядет но смысле как в шоке для нас это не привычка для европы это все нормально найдет вот у ford fiesta взгляните как стоит б полметра оставила до бордюра более двух выкинула бы я даже не заметил что сложены в него там зеркала ли они сложены но это блядь практически не интересовало этот момент через 300 метров поверните налево через 300 это под мостом проехать я так понял поверните налево через 150 метров поверните налево поверните налево на следующем повороте поверните налево как дальше ваши камера не села не еще снимает сейчас вот выйдем уже понятно как вы вырулились мы отследовало Я думаю, на этом закончим репортаж. 281 километр у нас остается. Так, что так тяжеленькая машина идет, блин. Сейчас посмотрим, сколько нам нахерачили. Так, 25,7 тонн общая масса. У меня пустая машина весит 12,6 и 3, не, 12,8 и 3, короче, 14,6 тонн весит. Не, подожди, не, 14, 10,8 и 3,8, 14,6 тонн, вот так вот. А сейчас 25,7 тонн. Через 300 метров держитесь правее. Через 140 метров держитесь правее. Вот это мой чисто на горном тормозе, не кашаясь. Педали тормоза. Через 300 метров выход на автомагистраль. Час 13, ну, короче, за 3 часа мы не долетим точно получаться. Надо будет еще паузу 30 минут где-то докренчить. Дальше мы практически... Съехать на автомагистраль. Через 400 метров съехать с автомагистрали. Ну, сука, мудила, блядь. Епучая, блядь. А вы видите, блядь. И меня не пропустило, и оно, видите, как едет, блядь. Все стоят, блядь, нас ждут, оно что вырвало, поехало, блядь. Съедьте с автомагистрали, затем держитесь, блядь. А, так и нам же туда же, блядь. Съехать с автомагистрали. Давайте мы и так же заедем в рогоноску. Через 100 метров примите влево. Через 110 метров держитесь левее. Через 400 метров примите вправо. А, как раз он полкилометра отстал, блядь, черстый. Через 350 метров держитесь левее. Примите вправо. Через 430 метров держитесь левее. Через 300 метров примите влево. Примите влево. Через 400 метров выходь на автомагистрали. Все, выскочили. Примите влево. Примите влево. Продолжение следует...